Неприятный подарок ирпутским спортсменам оставили ночные визитёры. Неизвестные засыпали один из спортзалов, где тренируются дети, навозом и залили канализационными стоками. В возможных причинах такого погрома, и кто мог стать его автором, разбирался Олег Фёдоров ему слово. Спортивные трофеи возвращаются на свои законные места. Золотые кубки, даже испачканные, остаются золотыми. Владелец зала единоборств в Иркутске Дмитрий Хамеев уже более пяти лет преподает здесь азы панкратиона и смешанных боевых искусств. Зал посещают порядка сотни атлетов от четырёх лет. Однако сейчас в тренировках вынужденный перерыв. Неизвестные проникли в помещение и изрезали весь инвентарь и амуницию. Ущерб более миллиона рублей. Сейчас перчатки, что шлема, в районе 15 тысяч рублей стоят, щитки допустим. У меня ещё шлем есть, такой шлем, не трону. Саду только лапы, можно зайти сейчас, я не знаю, в Иркутске не найдёшь, в Москве есть. Мне привозили с Таиланда, в Москве 14 тысяч рублей стоят лапы. Однако инвентарём злоумышленники не ограничились. Досталось буквально каждому из 300 квадратных метров спортзала. Татами засыпали навозом, открыли воду в душевых и сломали канализационную трубу. До утра цокольное помещение заполнялось водой и нечистотами. Оставил мокрый бандит и послание на стенах. Правда, с грамматическими ошибками. Судя по трафаретной надписи граффити, злоумышленник подготовился. Также, исходя из кадров камер видеонаблюдения, злоумышленник изначально подошёл к спортзалу с мешком навоза, приблизительно весом около 30 килограммов. Затем пошёл за вторым, после чего вскрыл дверь в помещение и в зале неналично хозяйничал около полутора часов, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сейчас поиском вредителя занимаются сотрудники полиции. Злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы за порчу чужого имущества. Не исключено, что автор погрома ранее бывал в спортзале, знает расположение и систему охраны. Предположений никаких нет, поэтому мы решили всю эту тему вывести в свет, для того, чтобы, возможно, кто-то, не знаю, люди узнают этого человека. Побольше народу приучётся, и рано или поздно это станет явным, кто это сделал. И самый главный интересный мотив, то есть на основании чего было сделано, то есть это насколько я, либо мои воспитанники, либо ещё какой-то момент, что мы должны сделать такого плохого, чтобы так можно было отнестись. Отношение воспитанников не изменилось. Они хотят заниматься. Неравнодушные начали сбор средств в соцсетях на ремонт зала. Поэтому уже через неделю тренировки возобновятся. Олег Фёдоров, Владимир Пинаев, новости по будням.